Новый год не за горами, а новогоднего настроения еще нет. Начните готовить элементы новогоднего убранства дома. Ёлочные игрушки, сделанные своими руками, подарки близким или самодельная ёлка. В мастерской декоратора Виолетты Окель возможно всё. Попал ко мне в руки кусок плюша, очень он старенький, такой поживший. Мы его планировали сначала на фотозону в качестве задника. Но в качестве задника он оказался маловат, и цвет его, он прям напомнил мне ёлки в детстве. Я поняла, что из него будет ёлка в нашу мастерскую, потому что у нас мастерская ручного декора и нормальная ёлка зелёная, не наш формат. Старые жердиньерки, такие в советских домах, на таких штуках стояли цветы. И по высоте эта жердиньерочка очень мне подошла, мне никуда не надо было бежать. Единственное, зачем я сходила через дорогу в магазин строительный, за черенком от лопаты, обычным совершенно. Лёгким прикосновением женской руки и шуруповёрта черенок прикручивается к жердиньерке, а плюш украшается тем, что вам больше по душе. Декоратор Виолетта Окель пришила стрекоз и приколола золотые шарики. Это вот что душа просит. У меня очень многие взрослые люди задают вопросы на мастер-классах, правильно ли я делаю. Я отвечаю, что правильно это то, что тебе нравится. Вот если тебе нравится, значит это правильно, потому что эта вещь должна тебя радовать, эта вещь сделанная твоими руками. Декоративная лента из магазина фиксированных цен и наверняка имеющаяся в каждом доме гирлянда завершит образ новогодней ёлки. Маленькое чудо в преддверии Нового года. Оксана Мирошникова и Кирилл Емельянов. Программа события. Программа события. Продолжение следует... Продолжение следует...